Мои уваженницы, господа, жизнь и страдания господина Бранта, я собственноручно отправил Курощупа за малой смертью, наградил его черточкой на руке, теперь мы знаем, что у людей на руках есть черточки, и мы можем понять, сколько отведено тому или иному персонажу, если мы увидим его голую ручонку. Софочка куда-то исчезает после страшного случая, она исчезает, даже если мы ее не спасаем, в спасении Софье, наверное, был смысл хотя бы заработать с ней, так скажем, отношения на старте, будучи еще там, как бы, ребенком, плюс ко всему, наверняка это каким-то образом открывает нам ветки событий, если мы спасаем ее, в моем первом прохождении, будем честны, я бы ее тоже спас, не зная ничего, да, я тогда вслепую играл, я бы ее тоже спас, был бы у меня энергия. Тогда у меня энергии не было, здесь энергия появилась, я не хотел бы говорить, что я все рассчитал, но я все рассчитал, я пытаюсь действительно математически подходить к этой игре, потому что по-другому не получится сделать то, что мы запланировали. Господа, Курощуп, малая смерть, но это ничто по сравнению с истинной смертью, мы продолжаем жить, мы воспряли, кое-что поняли, обрели немножечко духовности и статистик, смерть дает кое-что. После страшного случая с конями Софья куда-то исчезает, она исчезает в любом случае, даже если мы ее не спасаем и после смерти она так или иначе исчезает, потому что родители отдали девочку в услужение какому-то богатому дворянскому роду. Вот так они видели друг друга с того самого дня, но глаза Софьи, в которых сияет солнце, врезалось в память надолго. Жизнь неумолимо продолжает свой ход, тебе 10 лет, благодаря урокам ты все больше узнаешь о месте, где живешь. Город Анизотти, древний город империи, имперской провинции Магра, расположен посреди выжженной пустоши, мы потом тоже узнаем, почему она выжжена, что здесь была война. Земля Магры давным-давно была испепелена заклятиями еще во время восстания герцога Меланида, чара Меланида, это очень важно. Опять же, если вы не знакомы с Меланидами, с родами Меланидов, потом нам объяснят, что это за рода, почему они конфликтуют. С тех пор искусство магии почти пропало, но опаленная колдовским огнем почва все еще бесплодна. Да, здесь есть маги, здесь есть маги, их очень мало, это их отлавливают, они сравнимы с дивергентами из книг «Дивергент», «Инсургент» и из фильмов, да, допустим. До сих пор по всей провинции с трудом приживаются растения, дуют злые ветра, попеременно налетает то жара, то холод. Вот, правда, плодородную землю приходится привозить сюда бесконечными обозами, а чтобы было чем расплачиваться за пищу и чернозем, города Магры вынуждены были обрасти промыслами, главным образом шахтами и карьерами, в них добывают металлы и камень. Господа, те, кто помнят шахты и карьеры и помнят, кто ими правит, знают, что может произойти. Осенью в карьере за городом раздался грохот и повалил густой дым. Сперва это напугало горожан, но грохот стал повторяться каждый день. Со временем все к нему привыкли. Этот грохот — это динамит. Они достали динамит и подрывают шахты. Отец рассказал мне, что это работники шахт используют новое изобретение порох. С его помощью можно быстрее добраться до глубоко залегающих пород. Однажды город сотрясает огрушительный взрыв. На дома опускается черное облако дыма. Из домов никто не выходит, все сидят за плотно закрытыми ставнями. Дышать невозможно. Натан то и дело заходится кашлем. Вы с Глорией терпите, иногда украдкой покашливая в рукав. Лишь бы матушка не услышала, а то заставит дышать над травяными отварами, как Натана. Спустя пару дней дым рассеивается, и снова можно выбраться на улицу повидать друзей. Томасу не терпится рассказать, что он знает о случившемся. Томас Гера. Знаешь, сколько обгоревших людей в городской храм принесли. Мне мать рассказала, что там помогала лекарям. Слухов ходит много. Кто-то говорит о пробудившемся чудище. Кто-то утверждает, что всему виной уцелевшие маги, чья проклятая сила до сих пор угрожает порядку в империи. Но ты терпеливо дожидаешься, когда дома появляется отец, чтобы расспросить его об этом бедствии. Отец же день и ночь пропадает на службе в префектуре. Матушка целыми днями молится. Спустя неделю отец наконец приходит домой. Он страшно вымотан. За ужином ты осторожно спрашиваешь, что стряслось за городом. Отец поднимает уставшее, посеревшее лицо и начинает вещать, будто сквозь тебя. В шахте город за городом. Пытались добраться до руды. Случился взрыв, шахта обрушилась. И из нее повалил этот черный дым. Погибло много работников. А еще из-за того, что владелец шахт граф Эль Веласко, поторопился с началом добычи. Да. С Элем Веласко мы познакомимся вообще с, так скажем, владельцем шахт. Будет еще небольшой как бы сюжет. Если, если мы к нему придем, надо ли к нему идти? Вот он вопрос. Ведь мы простолюдины. А если я не ошибаюсь, с владельцем шахт мы разговариваем, будучи уже дворянином. То есть это путь немножечко другой, который я уже проходил. Некоторые из погибших так и не возродились. Видно, настал срок, отведенный им близнецам. Четвертая истинная смерть. Префектура завалена жалобами семей, потерявших кормильцев. Все просят помощи у судей. А еще из-за дыма у многих горожан погиб домашний скот. Дышать нечем. Да. Граф Эльвеласко говорит всем, что в бедствии виновен порох. Префектуры и газетчики ему верят. А, вторят. Ну или верят, да. Но всему виной обыкновенная жадность и произвол дворян. Есть такое. Почему за благополучие нашей провинции всегда приходится платить жизнями простолюдин? Отец так же внезапно замолкает. Ты же еще несколько дней не прекращаешь об этом думать. Неужели человеческой жизни так легко оборваться? В воле случая и погибший попадает в семейный склеп или храм с новой черепной черной отметкой на руке. Мы только что погибли и нам снова об этом напоминают. Или остается лежать на земле. Мертвый. Не способный больше воскреснуть. Никогда. Если тебя награждают истинной смертью, ты получаешь четвертую метку, ты не превращаешься в пепел, ты не превращаешься в магическую какую-то, да, там, пелену. Ты остаешься лежать на... То есть все тела, которые остаются, скорее всего, больше не возрождаются. Магия кончилась. Порядок минус один. Это порядок в, грубо говоря, нашем этом городе. И достаток магра. Это достаток всего этого острого. Я не знаю, как это. Все империи, допустим, да. Приезд Стефана. За обедом отец строго наказывает тебе вечером быть дома и приготовиться к встрече с гостей. Сегодня к ужину из пансиона вернется твой старший брат Стефан. Он прибудет вместе с дедом Грегором Бранте и одним из благородных друзей вашей семьи. Мы знаем, кто это будет. Приезд Стефана волнует тебя. Ты уже несколько лет не видел старшего брата. Как он изменился вдали от дома? Он изменился. Ты с нетерпением ждешь гостей вместе с отцом. Звенит колокольчик на пороге Трое. Первым заходит, конечно же, дед. Он не изменился с последнего визита. Все так же презрительно оглядывает дом в поисках, к чему бы придраться. Вслед за дедом входит статный юноша в расшитом серебром камзоле. Ты посмотри на этого парня. Ну, вы-то с ним знакомы, да? То есть люди, которые его видели, знают даже, как он будет выглядеть, когда он возмужает и станет взрослым. Но этот парень изменился. Выбитые височки, все уже туда грудочка залил. Ты едва узнаешь в нем старшего брата. Стефан скользит взглядом по твоему поношенному платью и грязным ногтям. Усмехается. Последний гость — обходительный господин с усталым лицом и цепким взглядом. О нем ты много слышал от отца и деда. Это барон Гюстель Эльборн, дядя Стефана и друг вашей семьи. Это очень важно. Это брат матери Стефана. Это брат матери Стефана. А еще он начальник твоего отца, верховный судья провинции Префект. Господин Эльборн с легкой улыбкой протягивает тебе руку. Мы можем даже посмотреть это, смотри, вот семья Амалия Эльборн. Вот эта история, она его сестричка. Бывшая жена нашего отца, которая умерла, это его сестра. Так вот, он брат, Префект, крутой мужик. И в первом прохождении я на него работал. Он был нашим наставником. Эггстер Эльборн. Это, полагаю, у вас средний сын Курасчук. У вас глаза отца, молодой человек. Ммм... Отец легко кланяется деду и Эльборну. Когда доходит черед Стефана, повисает молчание. Отец делает неловкое движение к твоему брату, желая обнять. Но Стефан вопросительно смотрит на деда. Тот едва заметно качает головой. Типа можно. Дворянам не пристало проявлять свои чувства друг к другу прилюдно, отец. Даже после долгой разлуки. Каким стал наш брательник? Вместо объятий Стефан сдержанно кланяется. Отец с каменным лицом отвечает ему чем же. Вы проходите в гостиную, Эльборн идет первым. Он целует руки матушки и Глории, треплет по волосам прячущегося у стола Натана. Дед мрачно кивает в сторону женщин. Приветствую вас, Лидия Бранте. Вы были добры ко мне, когда я был ребенком. А ты должно быть Натан. Когда мы в последний раз виделись, ты еще едва ходил, говорит Стефан. Он же уехал, он вообще мелкого Натана-то видел. Но Натан все еще простолюдин. Так или иначе, снисходительное отношение от Стефана ко всем членам семьи будет. И ничего с этим не сделаешь. С Глорией твой брат вовсе не здоровается. Вы чинно проходите в столовую и рассаживаете. Запах блюд восхитителен. Он лишь оттеняет гнетущее напряжение за столом. Только с лица Эльборна не сходит дружелюбная улыбка. Лидия, стол выглядит восхитительно. Вы сами подбирали блюдо к ужину? У вас утонченный вкус. Я рад, что в первые годы жизни Стефан провел с вами. Женское тепло полезно ребенку любого происхождения. Ты застываешь, не донеся вилку до рта. От дворянина меча можно было ожидать чего угодно, но не похвалой в сторону простолюдинки. Ты украдкой смотришь на деда, он словно поперхнулся. Сам префект. Моему внуку гораздо полезнее было находиться в пансионе среди равных себе. Да полно вам, Грегор. Семейное воспитание не менее важно. Материнское тепло не заменить. Моя покойная сестра, к сожалению, не смогла подарить его Стефану. Он про Амалию. Разве плохо, что Стефан был внутри семьи, окруженный любовью? К тому же, он был все эти годы рядом с отцом. Отцовский пример лучший пример. Ведь Роберт заслужил судейское звание вслед за вами. И внук пойдет по вашим стопам. Кто знает, может и младшие юноши Бранта не останутся в стороне? Сынок, ты не знаешь, о чем говоришь. Криворукое отребье! Что-то произошло, да? А, все вздрагивают от неожиданности. Дец багровеет и яростно смотрит на служанку с кувшином в руках. По новому камзулу Стефана расползается обширное пятно от вина. Разлила служанка, разлила по нашему братцу вино. Пошла брать с глаз моих! Служанка убегает, уставив кувшин на столике у двери. За столом повисает молчание. Наконец, Эльборн снова улыбается. Неужели слуги покинули нас в самые разгороженные? Любезный дядя, не волнуйтесь. За этим столом полно черни, которая может подать нам напитки. И блюда. Это он говорит о нас. Это он говорит о нас, этот маленький засранец. Стефан через стол в упор смотрит на сидящую рядом с тобой Глорию. Она съеживается под его взглядом. Отец хмурится, матушка подносит дрожащие руки к губам. А дед усмехается. Стефан не сводит глаз с Глорией, молчание затягивается. Глория встает со своего места. Если так угодно, господам Бранта. Ты сжимаешь под столом кулаки. Как можно так позорить семью, мать и сестру? Это все влияние деда, ведь Стефан без его дозволения даже обнять отца не может. С другой стороны, они дворяне. И в своем праве. Может ли этот ужин стать еще невыносимей? Все три варианта открыты. И все три варианта мне встать на сторону Глории. Глория нам нужна. Она, как мы знаем по сюжету, где-то здесь есть судьба. Вот смотри. По судьбе тайна Глории. Ты узнаешь о тайном сообществе, в котором состоит Глория. Мне нужна находчивость. Больше или равно 4. Позор Стефана. Наставление Натана. Это все не то. Спасение Софьи уже произошло. Вот мы это видим. Здесь можно ориентироваться на то, что произойдет в этой голове. В первом прохождении я игнорировал эту часть, потому что мне было интересно, что называется, импровизировать. Да, но мы здесь не за этим. Уже нельзя делать то, что мы хотим. Мне нужна тайна Глории. Для этого нужна находчивость. Что из этого принесет мне находчивость? Оскорбить брата. Ты резко вступаешь против Стефана. Поддержать беседу. Встать на сторону Глории. Ты встаешь из-за стола и начинаешь помогать сестре прислуживать за столом. Мы это сделали в прошлый раз. И я бы поступил сейчас так же. Поддержать беседу. Ты стараешься вернуть всех к разговору. Это путь дворянства. Ты пытаешься, типа, что называется? Нет, 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 нет. Здесь я не думаю, что ты стараешься вернуть всех к разговору, будто ничего не случилось. Так нельзя. Он уже назвал сестру Чернью. Этот парень не знает, что творит. Оскорбить брата. Ты резко выступаешь против Стефана. Опять же, вот эти вот два варианта, это как будто бы все путь дворянства. Потому что, чтобы стать... Вот здесь вот есть такая история. Смотрите. Где эта штука? Отношения, да? Или где-то... Дом Бранта, вот, смотри. Наследник Стефан Бранта. Чтоб вот здесь вот появились мы, мне так или иначе пришлось бы брата сместить. И эти два варианта как будто бы, ну, на смещение брата и путь дворянства. Я все равно сделаю так же, как мы делали в прошлый раз. Я встану на сторону сестры. Мне важен этот персонаж. В прошлый раз этот поступок был глупым. Учитывая, что я шел по пути дворянства, я должен был делать не так. Помедлив, ты снимаешь с колен салфетку и встаешь вслед за сестрой. Спустя мгновение скрипит другой отодвинутый стул. Это матушка. Мать тоже встает. И все простолюдины, кроме Натана, если я не ошибаюсь. Вы втроем подливаете вино и воду в бокалы, разносите кушанье, убираете пустые тарелки. Эльборн пытается беседовать с отцом, но разговор у них не клеится. Тогда он переходит к деду и Стефану. Дед с удовольствием рассказывает об успехах Стефана в пансионе. Особенно о том, как внук научился владеть шпагой. Через слово дед подчеркивает, как важен твой старший брат для будущей семьи Бранте. Ты равнодушно слушаешь меня и блюда. Прислуживая дворянам за столом, вы с сестрой и матушкой ни разу не сталкиваетесь. Трудитесь вы безупречно. Даже дед не придирается. Это путь терпилы. Я знал. Глория. Отношения. Это важно. Мне нужны с ней отношения, тем более после того, как я не вступился перед дедом за нее. Когда она сказала мне «Холодная, уйди», когда ее высекли. У тебя устали плечи и поясницы. Тяжело оказаться слугой в собственном доме. Но когда гости наконец уезжают, матушка и Глория с облегчением обнимают тебя. Ты не пренебрег родными и разделил унижение вместе с ними. Выдержка, которую ты проявил, придала тебе новых сил. Я так понимаю, что мне сейчас еще сил насыпят, и единение семьи таки тоже будет, да? Запас сил сюда. А единение, семья как-то повли... Нет, семья вообще никак. Как жаль. Как хотелось бы, чтобы семья немножко сплотилась из-за этого. Но, наверное, этот выбор вообще ни на что не влияет. Платок на мостовой. Ооо, это я помню. Я даже знаю, кто сейчас приедет. Это верховные ребята. Боже. Из пустоши на город дует сухой жаркий ветер. Благородные жители Анизотти предпочитают не покидать своих покоев. Просто люди стараются держаться в тени белого дерева и за навесами. Тебя отправили в серебряный квартал с поручением отнести письмо от отца знакомому дворянину. За компанию ты захватил самой Томаса Герро, с которым вы уже неразлучны. Поручение не заняло много времени, и вы решили заодно поглазеть на жизнь благородного квартала Анизотти. И вот и ты, и твой закадычный дружбан, у старого фонтана посреди площади уселись на древней кладке. Крона белого древа ласково накрывает вас своей тенью. Томас лениво развалился на кромке фонтана. Простым мещанам вроде нас приходится туго. Или пашешь мне разгибать в мастерскую, а потом надеешься, что кто-то купит твой товар, либо прислуживаешь дворянам. Никакой возможности жить в радость. Ты напоминаешь, что таков ваш удел. Терпеть, работать и страдать. Томас машет на тебя рукой, типа... Но у него мечта. У него мечта стать солдатом ордена. Да знаю я! Мать мне все уши этим прозужжала. Мол, мы смиряемся, наша сила в упорстве. Вот я упорно хочу заработать состояние. Чем тебе не исполнение удела? Да, он про то, что типа вот у меня есть мечта, и почему бы этой мечте не быть преданным, да, в том смысле. Но с уделами все не так просто. Но ты, Бранте, родился у дворянина, хоть и не потомственного. Глянь на свои руки. Ты никогда не трудился так, как я. А я так-то... А так-то у нас один удел. Мы должны страдать одинаково. Или вот твой отец-судья. Корпится цел день деньской над делами в префектуре. А ведь дворянин же! Я даже не помню, что он нас так отчитывал. Вот не видал, чтобы так усердно работал хоть один аркан. Аркан. Игра называется... Игра вообще про аркнийскую империю. Про падение аркнийской империи. Это очень важно. Ты пожимаешь плечами. Аркны же не люди. Это другой народ. Это важно. В книгах сказано, что они рождены править людьми. Аркан не может быть из простых. Он всегда дворяне... Они всегда дворяне меча по праву рождения. Всегда. Сразу. Именно аркны и создали империю, подчинив себе племена и княжество людей на всем материке. Вы, люди, никогда не будете равны им. Аркны лучше вас, умнее и сильнее. Их голубая кожа сияет цветом благородства. Конечно, если верить картинкам из книг. Сам-то никогда не видел аркна даже издали. Ваш ленивый спор вдруг обрывает дюжий гвардеец в черном и зеленом. Он отгоняет вас подальше от фонтана. Не место тут черни прохлаждаться. Цок от копыт. Стук колеса мостовую. Изумрудные гербы с черной змеей на флажках заставляют тебя поежиться. Герцог, герцогский рот меланидов. Из кареты выходит юная госпожа в роскошном платье. Разговор был об аркнах. И вот она, аркнийка. Да, ты моя хорошая. Как же у нас с тобой отношения-то? Первое прохождение. Отношения с ней? А там сами посмотрите. От нее невозможно отвести взгляд. Черные волосы не спадают на чуть открытые плечи. Тонкая прямая фигура. Пухлые губы. Аккуратные носы. Черные и как ночь глаза. Плавные грациозные движения. И самая поразительная небесный голубой оттенок ее кожи. Она похожа на ожившее произведение искусства. Аркнийка. Ты моя женщина. А срубадите мне путь. Гвардейцы меланидов быстро расчищают аркнийской даме дорогу к фонтану. Блики палящего солнца играют на голубой коже причудливыми узорами. Изящным движением она доставит платок, склоняется у фонтана и промакивает лоб и шею. Хм. Ну и ну. Да это же Октавия Меланид. Дочка самого герцога. Нашего. Когда Аркнийка чинно поворачивается обратно к карете, что-то выскальзывает из ее рук и падает на мостовую недалеко от себя. Платок. Ее. Платок оказался прямо у твоих ног. Он выткан из дорогой ткани с воздушным изумрудным кружевом. Сердце замирает. Обратит ли на тебя... На тебя... На себя... Обратишь ли ты на себя внимание прекрасной Аркнийки? Или пропасть между вами слишком велика? Пока велика. Я могу на память или оставить платок на память, либо спрятать... Вернуть платок Октавии... История не из самых, наверное, лучших. По причине того, что я все еще черн. Да еще и маленькая черн. Сейчас к ней подходить с этим платком, наверное, не идея не из самых лучших. Она, возможно, меня запомнит, потому что я помню, что у... У этого персонажа есть несколько состояний, да, статус. Она может нас запомнить. Это не есть хорошо. В каком, так скажем, моменте она нас запомнит, таким мы ей... Оставить платок на память. Ты смотришь след Аркнийки, запоминая каждое движение. Спрятать добычу. Ты быстро прячешь платок, намереваясь потом его продать. Идея. Идея. Я могу его... Ну, я простолюдин, правильно? Зачем мне на память что-то об Аркнике? Будучи простолюдином, я иду по пути мятежа безудельного. Я иду по пути человека, который пытается свергнуть тех, кто правит людьми. И всеми этими, получается, рангами, да, простолюдин, дворян, а это именно Аркне. Я изначально должен быть настроен к ней негативно. Но зная ее, зная ее пышные губы... О! Зная все, что с ней произошло, я спрячу добычу, намереваясь его потом продать. Отыгрываем настоящего простолюдина. Я так, знаешь, это за пазуху его закину, и, что называется, в будущем я его скину, скину где-нибудь. Ну, я не знаю, это решение, то есть. Октавия изящно усаживается в экипаж. Кони трогаются, унося карету с площади. Ты поворачиваешься к Томасу с трофеем в руках. Сейчас ты покажешь ему, как проявлять настоящее упорство в заработке. Продажа! Слушай, состояние семьи, походу, улучшится, да? Ты находишься среди площадной толпы бродячего торговца Ле-ло-лоточника. На его глазах ты достаешь из-за пазухи роскошный платок. Торговец, понимающий, усмехается. Подняли то, что дворяне выбросили. Что ж, платок и правда прекрасной работы, еще и не пришел в негодность. Кое-что вам за него причитается. Немного поторговавшись со скупым лоточником, вы выручаете за него целых четыре монеты. Это много? Ты отдаешь Томасу половину. Зачем? За что? Это мои бабки. Ну ладно. Это же ты все проделал, Курощуп. Да бери, братан. Еще отношения с Томасом? Здесь можно было отношения с Томасом залутать? Я не знал. Ты улыбайся. В следующий раз пусть сам ловит платок. Томас смеется в ответ. Вы вместе отправляетесь к прилавку к фруктаме. Круто! Получили отношения еще больше с Томасом. Но у нас с ним и так, я уже даже не знаю, слыши. Томас Гера. А можно ли с ним реально пронести эту дружбу через года? Ведь у него совершенно другой путь. Я даже не знаю, можно ли повлиять на то, что он хочет сделать со своей жизнью, и чтобы он остался среди... О боже. Запас сил еще больше! И Аркника особо на нас не обратила внимания. Да и черт бы с ней! Нам она не интересна. У нас совершенно другая задача. Продажа платка это была интересная, кстати, за... Это прикольно. Плюс к статусу. Тебе уже 12 лет. Этой весной тебе запомнился один важный разговор. Матушка отправляет всех домашних спать. Ты проходишь мимо кабинета отца, оттуда доносятся голоса. Дед кричит на отца. Отец ему негромко отвечает. Старшие бранты спорят о положении простого сословия в городе. Я помню этот разговор. Ты тихонько, чтобы матушка не заметила, проскальзываешь наружу и прячешься у открытого окна отцовского кабинета. Вдруг прозвучит и твое имя. Это же нам интересно. Этот идиот простолюдин посмел прийти ко мне и просить меня об услуге. В наглую. Напрямую. Он подумал, что я поддержу его притяжание на место председателя в малом кворуме. Да как он посмел? Но я помню, у нас такие дела тоже были. Мы рассматривали такие дела. Отец послушай. Майор Эггмонд весьма влиятельный в магре человек. Хоть и с простой и простой порождению. Это очень важно. Простолюдины среди простолюдин тоже есть, так скажем, сословия. Есть простолюдины богатые, влиятельные люди. Но, тем не менее, будучи простолюдином, но крутым, ты так или иначе в дворянстве просто какая-то грязь из-под ногтей. И ты можешь влиять на простое сословие, потому что у тебя есть власть. Но в то же время лезть в дворянство не заслужит. Ну, то есть это все. Он владеет пятью железными рудниками. Иметь такого человека в друзьях было бы полезно. Майор Эггмонд. А если он станет председателем палаты в Малом Кворуме... Да, Роберт, мне плевать, кто он! В первую очередь, Эггмонд простолюдин. Его удел в терпении и покорность. Ему подобные не способны править. Он стал овец. Стадо овец они. Которым нужна крепкая дворянская рука. Такая, как твоя, следит. Я настолько сил потратил на то, чтобы закон о Малых Кворумах не был принят. Но проклятый Корнелий Темпест сделал все, чтобы император подписал эту жалкую бумажку. Темпест. Вот есть Меланиды и есть Темпесты. Две семьи, которых будут конфликтовать. И потом узнаете почему. Теперь даже простолюдинам дали власть. Настоящую власть, Роберт. Это всего лишь возможность обсуждать размер герцогского налога, не более того. Это начало, а что дальше? Начало давать на руки низкого всесловия оружие. Позволять им судить. Если империя отвергнет традиции и уделы, она развалится на части. Да кому я это говорю? Она уже разваливается. И ты, мой сын, мой наследник, тому пример. Но он прав. Сейчас опять заведет эту пластинку, что я... Что наш отец женился на простолюдинке, да? Прошу тебя, отец. Я не намерен жениться в третий раз. Лидия послушная и хорошая мать моим детям. И если бы ты позволил ей... Да ничего не позволю ни твоей приживалке, ни Эгманду. Чтобы потом жить по законам низкорожденных. Я вижу, к чему все идет. И я вскоре сам себя проткну шпагой, чем буду жить в стране, где дворяне и простолюдины равны в правах. В словах деда есть правда. В словах деда есть правда. Это... Анархия, хреновая затея. И мы уже знаем почему. Все, о чем я мечтал, увидеть фамилию Бранте в синей книге. Моя мечта не сбудется. Ко мне никогда не обратятся достопочтимые Эль Бранте. Ну, почему? А всему виной твой брак. Одна лишь надежда услышит это обращение в садрис Стефана. Хвала близнецам, я не позволю тебе загубить мальчика. Он растет настоящим дворянином. Его дети будут Аль Бранте. Ради бога. У тебя ведь еще два внука. Хм. Эти мягкотелые мещанские сосунки? Они ни на что не способны. В лучшем случае средний добьется дворянство мантии, если сумеет пролезть в имперский университет. Это он обо мне. Хоть у меня и большие сомнения на этот счет. А на твоего прорисыбленного младшего я вообще совсем не надеялся. Ну, у младшего. Совершенно другой путь. Ты слышишь тяжелые шаки деда, стук его трости и захлопнувшуюся дверь. Пора возвращаться внутрь, пока тебя не заметили. Власть. Власть наместника. Власть, грубо говоря, это перетекание власти от древних родов, либо простолюдинов. Власть древних родов это власть аркнийцев над дворянами и дворянов над простолюдинами. А если, грубо говоря, власть террора или власть простого народа начнет преобладать, то все уделы начнут рушиться. Это очень важно. Здесь важно балансировать. Власть террора – плохая идея. Анархия ничего не даст. Учеба в школе. Ты приступил к обучению в школе господина Тибора и начал осваивать науки. Да, меня пристроили. Это хорошо. Так или иначе, да, даже путь дворянства так или иначе в пути дворянства пытаются меня вести. Учителя перестали приходить на дом. Не успел ты облегченно выдохнуть и уложить в сторону книги, как тебя вызвал в кабинет свой отец. Ну что, сын, ты вырос. Пора продолжать обучение вне дома. Я выбрал для тебя достойное заведение школу господина Тибора. Там учатся и дворянские сыновья, и дети мещан из тех, кто побогаче. Но это не дворянский пансионат, конечно. Вечером будешь возвращаться домой. Ты делишься новостью с закадычным другом Томасом. И он сейчас тоже захочет туда. Должен, по идее. Школа господина Тибора, говоришь? Попрошу я родителей, чтобы отдали меня туда, как только денег скопят. Отец говорит, его мастерская шесть лет только на мою учебу и пахала. Я даже рад. Вот я тогда так был просто. Я был... Это... Боже, братан! Мы вместе! Школа расположилась в старинном особняке Аркнийской постройки. Под сводами залов массивными скамьями гулко звучат голоса преподавателей и прилежно скрипят перья. Исторические даты, тонкие имперских... тонкости имперских законов, богословные трактаты. Порядки здесь строгие, занятия изнурительные. Беспокойный Томас вечно отвлекается, за что уже несколько раз получил палкой по рукам. Каждый учитель ждет от вас идеального знания по своему предмету. Отец ежедневно расспрашивает тебя об успехах в обучении. Ты уже дважды пересекал ему... пересказал ему историю присоединения провинции Магра к империи. В подробностях объяснил различия между судами чести для дворян и гражданскими судами в городской префектуре. Это разные вещи. Потом поймете почему. Но отец требует от тебя все больше усердия. Матушка же не отпускает тебя спать, пока ты не прочитаешь ей новую заученную молитву. А каждое утро, отправляясь на учебу, ты обещаешь матери вести себя с большей мере смиренно. Не совершать дерзости и выходок. Ты по-прежнему несешь на себе удел простого сословия «труд и страдания». Учителя объявили, что в конце первого месяца учебы будет проведена экзаменация. Будут определены лучшие и худшие ученики по каждому из предметов. Отец настаивает, если собираешься идти по его стопам, нужно потратить все время на изучение права и истории. Но беседы с матушкой рождают в тебе мысли, что тебе может оказаться ближе богословие. Ты часто вспоминаешь свои детские откровения и соприкосновения с божественным. Нам как бы намекают на то, что пора бы выбрать путь. До экзаменации день. Ты заперся в своей комнате уже вечерея. Ты устала, глядишь на книги, от одного вида кожаных корешков тебя уже мутит. На столе твоей записи, чтобы пройти экзамен, надо прочитать все еще раз хотя бы по одному из предметов. Тебе не дает покоя беда, в которую накануне угодил Томас. Твой друг повздорил с мальчишками из соседней улицы. Они услышали про вашу крепость из досок и тут же навопили, что престолюдинам нельзя строить военные укрепления. Пообещали, что нынче же вечером пойдут ее ломать. Томас заявил, что будет защищать деревянную крепость до последнего. Бросить книги и уйти прочь на помощь другу. В прошлый раз я корпел над книгами. Я отринулся от всего и корпел над книгами. Но в комнату тихонько стучится младший брат Натан. Робко встает на пороге и молчит. С ним такое часто бывает, если не начать разговор самому. Он так и не вымолвит ни слова, а то и убежит. Но брат все-таки заговаривает. Ты закрылся тут? Тебе плохо, Курощуп? Я могу тебе помочь? Голова идет кругом, до школьной экзаменации остался только этот вечер. Если провалится, семья будет тобой крайне недовольна. Нужно успеть повторить право и богословие. Тем временем, Томас и ваша крепость в беде. Как не вовремя. От мысли об этом зубы скрипят от злости. А у порога сопит Натан, изо всех сил стараясь не мешать. Младший брат зачем-то неловко протягивает тебе руку помощи. Примешь ли ты ее? Я оставлю это на ваш, так скажем, суд, господа. Вообще, я максимально настроен рвануть на помощь Томасу. Мне богословие и право изучать не имеет смысла. Я не хочу идти. Я не могу, я не должен идти по пути дворянства, но и по пути Натана, да, типа, помочь ему там в чем-то. Это, наверное, какая-то история из, как это, наставление Натана, да, вот эта духовность больше, чем четыре. Наверное, это оно и есть. Я не хочу уделять время этому маленькому бесп... Я, скорее всего, пойду помогать Томасу, но... Вот он вопрос. Может быть, вы как бы... Мне нужна помощь. Мне нужна помощь, господа. Спасибо, что были со мной. Жизнь и страдания господина Бранта в эпоху падения блаженной империи Аркнов. Наш Курощуп, наш малыш, наш... Пытается учиться, но он... Но он простолюд. Ему вообще бы сейчас уже свернуть на кривую дорожку. Но мы уже что, мы уже сегодня платок разменяли на бабки. Очень прикольный эпизод, который отношения с Томасом, оказывается, еще и бустит, да? Все. Увидимся в следующей серии, господа. Продолжение следует...